Если ад существует, если низшие миры реальны, если перерождение бесконечное, то попадание в ад – это лишь вопрос времени. Единственный способ избежать попадания в ад – это закончить самсару, закончить эту дурацкую игру. Одна из наиболее пугающих вещей в адских мирах – это то, что там нельзя ни потерять сознание, ни умереть, даже когда страдания становятся совершенно невыносимы. Невозможно сбежать, невозможно договориться с мучителями и негде найти защиты, какая бы боль и отчаяние не испытывались. Подобно тому, как боги не знают, что такое ангина и понос, нам, людям, неведомы страдания адских существ. Поэтому каждому очень полезно представлять, что было бы с человеком при шоковой боли, однако без всякой возможности отключения сознания, а потом умножить это на многие тысячи лет. И как вишенку на торте понять, то, что это когда-то произойдет с нами, все еще возможно. Только вступление в поток Дхаммы спасет от такого расклада навсегда. Тогда понимается – нет ничего ценнее вступления в поток Дхаммы. Один человек сказал – я не верю, что после смерти будет новое сознание и что оно примет результат моих хороших и плохих поступков. Действительно, доказать такое невозможно, но невозможно доказать и обратное. Следовательно, этот человек лишь верит в то, что с окончанием жизни ум исчезнет без остатка и результатов поступков там нет. Но по факту это как если бы кто не знал юридических законов, однако верил, что можно заложить квартиру в банку, взять кредит, не отдавать его и при этом остаться при жилплощади. Когда судебные приставы выпихнут его прочь, его вера не поможет. Не знаешь точно – не бери кредит. Так и тут – не знаешь точно – не совершай неблагих действий. Есть мнение, что в буддизме все есть страдание. Эту фразу не нужно понимать так, что наслаждения не существует. Так сказано о том, что вы подвержены страданию в принципе. И ни в каких мирах нет такого убежища, чтобы этого свойства избежать. В буддизме даже самые высшие боги и ангелы встречают смерть в конце длинного срока своей жизни. Затем они могут родиться людьми, животными или духами и вновь испытывать телесные и ментальные мучения. В сансаре за все нужно платить. Если вы перестанете зарабатывать заслуги, будете страдать. Для освобождения от этих отношений нужно достичь небаны. Только она полностью лишена даже самой возможности страдания. Все остальное страдательно, прямо или же потенциально. В этом буддийская истина о страдании. В буддизме есть аналог Библии. Это Типитака или Полийский канон. Информацию об учении Будды следует брать оттуда, а не с эзотерических сайтов или изобилия книг с тегом «Буддизм». Потому что часто авторы выдают свои идеи за слова Будды. Если хотите надежности, лучше довериться Типитаке. Это достаточно объемное описание. Согласно данным историков, именно Полийский канон содержит действительные проповеди Будды. В буддизме тоже есть свой Иуда. Монах Дивадатта, двоюродный брат Будды, задумал его убить и послал для этого людей. Однако Благословенный преподал им свое учение, и они стали его последователями. В досаде Дивадатта решил сам совершить задуманное и попытался сбросить на Будду валун с высокой горы. Однако лишь осколок камня достиг цели и ранил благословенного внову. Злонамеренное пролитие крови Будды означает неизбежное попадание в ад на такой срок, какой длится один мировой цикл. В буддизме нет постижимого начала. Мир проходит циклы развития и разрушения. Длится один цикл, такое время, за которое можно стереть скалу в тысячу кубических километров с помощью куска мягкой ткани, проводя по камню лишь один раз в сто лет. Посчитать же количество прошедших циклов нельзя. Даже если бы четверо просветленных стали вспоминать прошлое, по сто мировых циклов в день каждый, то даже через тысячу лет этой работы не было бы видно им конца. Сансара длится такое время, что не имеет постижимого начала. Интересно, что и ученые оценивают потенциальное время существования одной вселенной в такое число лет, которое содержит 100 нулей. Типелов поет «Беспечный ангел». Однако настоящий ангел беспечен на самом деле. Во всецело приятных небесных мирах существа испытывают исключительно наслаждение. Они не рождаются в муках, а появляются внезапно. Не стареют и не болеют. Ангелы даже не знают, что умрут и обретут иное рождение. Они искренне убеждены, что их мир вечен и они будут наслаждаться в нем бесконечно. Что, собственно, и обещают теистические религии. Но на деле их благой кармический капитал просто беспечно тратится на нимф, небесную музыку и райские сады. В то же время технически ничего не мешает божествам практиковать Дхамму и приближаться к истинному освобождению. Судя по всему, чем меньше мучения испытывает существо, тем меньше у него поводов для духовных поисков. Ну же, цените и мудро используйте ваше человеческое рождение. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok